Продолжение следует... Можно брать? Первый вопрос какой-то. Давай его смахну, а потом он завтра придет. Кимба, скажи привет всем. Привет, скажи. Привет, привет. Привет. Ждем, пока все проходят, раздеваются. Привет. Бамбалейло. Я бы хотела этот вопрос убрать сначала, он к концу, а потом он вдруг появится, да? Куда его брать? Как? Ага. А, ты у нас? Нет. В одной стороне. Вопросы опять. Всем привет. Еще минут пять ждем и начинаем разбирать записки, которые вы нам прислали. Я, честно говоря, я их не видела. Никогда. В жизни. Взаимно. Как нас видно? Как нас слышно? Так. Подождите с вопросами. Сначала мы в первую очередь разберем то, что нам пришло заранее. Настроение у нас отлично. Ну, у нас с кем бы. Давайте пока начну потихонечку рассказывать про концерт. Вот первый вопрос. Видим, чего нам ждать на концерте? Вот, может быть, кто-то еще не знает. Значит, это не горный хрусталь. Это столовое стекло. Значит, 6 октября... О, блин. Что у меня с датами? 26-го... Да нет же, не 26-го. 6-го апреля у нас презентация альбома. В клубе зал, как вы знаете. И много вопросов было про Свету Сурганова. Правда ли, что она примет участие? Да, она примет участие в нашем концерте. Мы с ней споем. Впервые в этой жизни эту песню. Так что приходите. Я надеюсь, что ничего не изменится. Вот так вот выглядят наши... Афишки. Вот так вот выглядят наши билетики. Это не Москва, это Санкт-Петербург. Упустить телефон. Упустить. Так что ли? Так, хорошо. Поехали по следующим вопросам. Вы действительно читали все эти вопросы? Я ни одного вопроса не читала. Я сейчас отвечаю на них в режиме импровизации. Кто был вашим героем в детстве и почему? Так, сейчас не пишем ни ребята, которые вотсап пишут. Кто был? Ну, конечно же, Печорин. Кто еще? Ну, и, наверное, Виктор Цой. Почему? Сейчас, наверное, не отвечу на этот вопрос. А нужно звук на WhatsApp выключать вообще? На телефоне? Авиарежим просто. А, авиарежим. Так куда у меня интернета не будет? В общем, да, как-то не предусмотрели мы это дело. Следующий вопрос у нас. На что вам не хватает смелости? На что вам не хватает смелости? Ну, в общем, наверное, всего, чего нет сейчас, чего мы не видим, чего мы не делаем, но, наверное, на это не хватает смелости. Например, на съемку ню меня очень сложно уговорить, хотя есть предложение. Книга, фильм, песня, с которыми должен быть знаком каждый. Книга. Это, наверное, из классики что-то, но сейчас не вспомню. Песня, песня, фильм. Фильм мне очень понравился и оставил наиболее яркое впечатление за последнее время. Это «Облачный атлас». Я вообще много очень кино разного смотрю, но я не запоминаю название и вообще не запоминаю ничего. Следующий. Ваш девиз «Внутренний гимн», если он у вас. Ваш девиз. Наверное, все, что можно услышать, прочитать в моих текстах, наверное, можно к этой категории отнести. На каком музыкальном инструменте вы бы хотели научиться играть? Ой, здесь у меня очень много желаний, мне очень нравятся и барабаны, мне очень нравятся пианино. Ну, я понимаю, что для меня это практически недостижимо, но барабаны прямо иногда греют мне и душу, и руки. Какие мечты детства вы воплотили в жизнь? Ой, это как раз, это вот как раз история с микрофоном, это пришло из детства. На нашествии будете? Марина, будем на нашествии? Наверное. Ну, вот, достаточно компетентный ответ, наверное. Какие сюрпризы вы готовите на презентации альбома? Ну, вот один сюрприз мы уже раскрыли. Это придет с нами петь дуэтом Светлана Сурганова. Затем будет еще один дуэт, который, соответственно, записан на альбоме. Кстати, вот 2-го числа у нас в руках уже будет прям диск, прям напечатанный из завода. Так что обязательно этим с вами поделимся, как только его получим. Расскажите про новое звучание песен. Звучание новое, но в нем очень много старого. То есть, также принимают участие наши старые музыканты в качестве аранжировщика. Это Дима Чешейка. Поэтому там нельзя не узнать что-то до боли знакомое, которое росло у нас там предыдущие 10 лет. Также у нас новый саунд-продюсер на весь альбом. Это Евгений Арсентьев. В общем, соответственно, исходя из этих параметров аранжировщик, саунд-продюсер, достаточно ярко выглядят и меняются аранжировки и звук. Какую семантику вы заложили в новый альбом? Да что ж такое, слов-то таких не знаю. Марин, какую семантику мы заложили? Я никого не закладывала. Что вас вдохновляет на создание песен? Меня вдохновляет, во-первых, наличие новых песен у других. Прям до неприличия, прям бесит. И ты вдруг начинаешь злиться на то, что ты ничего не делаешь и начинаешь что-то делать. Как говорят мои друзья и знакомые, если ты хочешь что-то сделать, просто начни это делать. И когда я понимаю, что пришел момент и час выпустить новый альбом, то нужно просто взять и закончить те песни, которые начинались давно и оказались недописанными, лежат где-то в столе, и просто завершить над ними работу. Это не значит, что я заставляю себя что-то писать насильно. Мне говорят, ну как же так, песни нельзя же написать насильно, это же твоя душа и так далее. Нет, все можно написать, есть техническое задание, есть творческое задание. И когда в песне или в тексте, или в мелодии уже заложена основа, то ее нужно просто завершить, над ней нужно просто поработать и довести до состояния песни. Следующий. Какая наклейка? Какая наклейка? А куда же мне подальше сесть, если дальше заканчивается диван? Расскажите о своих творческих планах. Ну вот, 6 апреля, ну по-нашему, календарю, значит, это 6 июня уже, да? 6 апреля, 6 мая, не буду путать, 6 апреля у нас презентация альбома. Повторюсь, в клубе зал, Санкт-Петербург. Приходите. Затем мы поедем, скорее всего, в Москву с презентацией альбома, но просто еще не знаем точно куда, то есть точно в Москву поедем. Возможно, это будет китайский летчик Джао Да, который мы посещаем достаточно часто в последнее время. Дату мы скоро сообщим. Какие еще у нас творческие планы? Клип. Мы сняли клип на Ничерту в Индии. Как только сейчас мы отыграем концерт, мы принимаемся с Денисом Бугаевым. Да как я должна пустить телефон? Марин, не понимаю. Глаза. Глаза это уже отдельная какая-то передача. Так, нормально видно? А? И сама подальше сесть. Так я не могу подальше сесть, у меня диван закончится. Значит, мы сняли клип на песню Ничерта. Это заглавная песня с нашего альбома. Соответственно, называется он Ничерта. Мы сняли его в Индии. И как только мы отыграем концерт, мы принимаемся за монтаж. Повыше сядьте на ноги. Когда вас ждать в Волгограде? Волгоград, прекрасный город. Повыше сядьте на ноги. Ночи, ноги мне нужно сесть. И вот так наклонить, что ли, или что? Так у меня не... У меня же некому мне помочь. Ну вот, сейчас вообще все закончится. Секунду. А где чехол от телефона? Наверное, я не могу поставить этот. Так видно? Ну так еще хуже, по-моему. Так нормально? Вот, в общем, снимаем мы... Сняли клипы, после концерта мы начинаем заниматься монтажом клипа. Соответственно, скоро будет у нас еще одна такая новость. Ну тогда сами наклоните там себе телефон уже, кому как надо. Лиза, как бороться с творческой апатией, как и не твориться? Ну вот я рассказала только что, что меня очень мотивирует приближение мероприятия, приближение выхода альбома, приближение концерта. Меня это берет, собирает. И так видно. Дело в том, что мне тогда некому перелистывать вопрос, если я далеко отсаживаюсь. Какими поступками гордитесь, а какими нет? Да, действительно, проще пересчитать теми, которыми я горжусь, но не очень хочется это делать. А которыми не горжусь их слишком много. Назовите, пожалуйста, пять вещей. Было лучше. Вот, ребята, вы меня уже припарили. Назовите, пожалуйста, пять вещей, без которых немыслима ваша жизнь. Так, нормально? Марин, ты можешь посмотреть? Да, у меня задержка не так отличная. У тебя задержка? Ну что я тебе могу сказать? Сходи к врачу. Ну все, все, все. Значит, пять вещей. Пять вещей. Это спорт, это музыка, это... Я всего... Я всего две вещи насобирала. Наверное, без путешествий, без каких-то своих привычек, которые я не могу прямо сейчас... назвать. Так что с Волгоградом? А так что с ним? Ну, стоит же Волгоград. Что с ним будет? Зовите, приедем, конечно, с удовольствием. Будете на нашествии 2019? Я сейчас спрошу, может быть, что-то изменилось. Марин, мы будем на нашествии 2019? Мы планируем. Мы планируем. Мы планируем, но будем или нет, пока неизвестно. Кто вы по профессии? По профессии я менеджер-продюсер-шоу-бизнес. В сфере шоу-бизнес. Факультет культуры, университет профсоюз. Как вы относитесь к начинающим исполнителям? Ну, как я могу относиться? Я же сама когда-то была начинающим исполнителем, сейчас вот заканчивающий исполнитель. С сочувствием отношусь, потому что это очень такие трудные времена, если это независимые музыканты. Если это авторское творчество, это, конечно, все очень нелегко. Хотелось бы вам полететь в космическом... Хотелось бы вам полететь в космическом корабле. Если да, то на какую планету? Я вообще летать не очень люблю. И, мне кажется, на корабле еще страшнее, чем в самолете. Поэтому вряд ли. Может, мне еще что-то подложить на эту, как вон? Под зад. А? А, вот можно мешок сообразить, вот этот, который валяется. Колючий? Да. Лиза, если бы вы поймали золотую рыбку, то я бы из него, мне кажется, с гудай бы сделал. А вот так вот здесь, мне кажется. Ну, я очень беспомощна в таком положении. И мне неудобно просто переключать это. три желания, чтобы все были здоровы. Нет, он не сидит. Чтобы все были здоровы. Чтобы не было войны. И чтобы мои желания не заканчивались. Только не двигайтесь, а то шуршит. Я в таких сейчас нахожусь рамках. Я уже первый раз вышла в прямой эфир. Мне кажется, последний. Планируете ли вы выступить с концертом в городе Волгограде? А что у нас было? У нас какое-то там сосредоточение активности наблюдается. У нас есть в рамках Волгоград? Когда позовут. Когда позовут, да, мы уже собираемся. Планируете? А, это уже было. Так, что с рукой? С рукой. Не так копаете, не так копаете. Могила сырая. Так, давайте по могиле сейчас не будем. С рукой ничего страшного. Это просто растяжение. Москву планируем после концерта в Санкт-Петербурге. Через несколько недель, наверное, приедем. Так, идем дальше. Дай бог, не последний. Так. Лиз, когда мы уже увидим вас снова в нашем городе? Туле. Спасибо. Ну, скорее всего, скоро. Тула прозвели. А Тула как позовет, так мы и приедем. Ту-лу-ла. Дальше. Как это неудобно перелистывать? Как-то можно листать. Помимо... А, их можно листать? Ну, тогда надо узнать, как. Помимо музыкального творчества, чем еще увлекаетесь? Увлекаюсь бадминтоном. Ну, и немножечко салонной красоты. Как же это? Ваши любимые книги. В последнее время их очень мало. Очень мало, что может меня затянуть. Привлечь и увлечь. Поэтому не буду сейчас собрать. Ничего такого. Я даже не вспомню за последнее время ничего такого прочитанного. Это в основном публицистика или что-то полезное для меня. Какая-то информация. Художественной литературы очень мало. Как вы выбрали название для вашей группы? Название с названием для нашей группы Ким, иди сюда. Помогла мне Ольга Алексеева. Когда-то мы с ней искали выход из создавшейся ситуации. Создавшаяся ситуация это создавшаяся группа. И мне нужно было назвать так, чтобы было и отражено и увековечено и мое имя, но в то же время не только имя, фамилия. Я же говорю, я же одна. Она говорит, ну тогда назовись Мона Лиза. Вот на это мы порешили. Как вы выбрали название для вашей группы? Это было же уже только что. Я уже не туда попадаю или не попадаю. Кем бы вы могли стать, если бы не занялись музыкой? Мне кажется, может быть, каким-нибудь злым учителем, педагогом, может быть, спортсменом, может быть, ну в общем, что-то такое. Ну, мне кажется, учителем чем мы планируем. Но конкретно список городов мы пока не можем. Мы пока не можем вам сказать. Самое безумное, что совершали в жизни. Так трудно выбрать. Опять же, мне попроще назвать, что умного я совершал в жизни. А так какие-то необдуманные и резкие, спонтанные поступки, они сопровождают меня всю жизнь. Например, я разбила себе руку по своей собственной воле. И у меня сшивали локтевой нерв. Теперь он до сих пор не восстановлен. Это я сделала сама. Когда концерт в Москве скоро? В апреле, наверное. Добрый вечер. Если вам пишут стихи, вы посмотрите их, вдруг вам понравится. Для того, чтобы посмотреть стихи, почитать, во-первых, нужно настроение определенное. И мне всегда очень сложно, когда от меня ждут какой-то объективного мнения или совета или... ну да, отзыва. то есть мне очень сложно сформулировать это в таком виде, чтобы и не обидеть человека, и потом я считаю, что я просто не имею на это права, поэтому не обижать, если я вдруг не читаю или не слушаю там музыку. Я просто не знаю, как правильно отключать на него. Мегафон меня отключить хочет. Лиза, пять лет какая была? Я не помню. Марина не помнит, я тем более. Надо маму спросить. Есть самая любимая песня из вашего репертуара и почему именно она? Сейчас мне нравится не черта, а песня из того, что вам известно. И мне очень нравятся песни, которые вы никогда не слышали, но они будут презентованы на концерте и соответственно будут на нашем новом альбоме. Почему? Потому что они самые последние, они самые актуальные. Кимба, это моя тарелка. Что помогает вам принимать решения в трудных ситуациях? Во-первых, надо дать время, чтобы ситуация немножечко отошла на второй, на задний даже план. наверное, только так. Ну и переключиться на что-то нужно. на что-то... Ай! Стоять! Помоги, поживи. Все, встал. На что... Ой, ну я куда-то попал опять в первый вопрос. Это, конечно, очень удобно. Владимирская область, собирайтесь? Собираемся, почему нет? И тут у нас первый эфир, поэтому все так не очень... немножко скомкано. Привет, вы мне нравитесь, я люблю вашу музыку. Почему вы не приезжаете к нам в Кемерово? Или в Кемерово? Это разные города? В Кемерово мы были, по-моему, дважды были, и почему мы больше не приезжаем, я даже не знаю, почему, что вам ответить на этот вопрос, но у нас там, в принципе, есть организатор, вот Александр Сокол, да, и, в общем-то, если у него будет инициатива такая, то мы с удовольствием приедем, ну или у другого организатора. Это, короче, не дело. Как относитесь к коверам на вашу песню? Ой, бывают очень смешные вещи, неожиданно их, в неожиданном виде их можно услышать, иногда это бывает очень интересно. Коверите, творите, коверите, конечно. Что такое счастье? Что такое счастье? Счастье, что такое? Ну, для меня счастье это делать то, что тебе нравится, и чтобы это было нужно еще кому-то, это, наверное, дорогого стоит. какая композиция из категории «Жаль не мое». Ой, таких композиций очень много у Агаты Кристи, у Сплена очень много таких композиций. Там можно покопаться, найти. Здравствуйте, Елизавета, здравствуйте. Когда планируете с группой приехать в Омск? В Омск, наверное, тогда же, когда я Кемерово, потому что они находятся где-то, насколько я знаю, в одном регионе, но рядышком. Кроме Светы из женского урока, с кем знакомы? Арбенина нравится? Арбенина нравится, потому что ночные снайперы, их много, поэтому Арбенина нравятся. Да, мне очень нравится, наверное, ранее, больше, ближе, ночные снайперы, когда я только познакомилась с их творчеством. Сейчас, наверное, не могу сказать, что сильно разделяю или сильно знакома, но кто еще из женского урока? Клянусь, никого не знаю. Где-то я осталась вот в том времени, где Жанна Гузарова закончила свою карьеру. Или не закончила еще. Индия для вас просто, а Индия для вас яркие краски или поиск духовных смыслов? Спасибо. Вот про яркие краски это очень зря, потому что на самом деле у них есть праздник и карнавал, значит, эти безумные люди начинают ездить во всех подряд прохожих и проезжих пуляться из пистолетов этими красками, они столько одежды испортили, ты идешь просто за хлебом или за молоком и вот мимо про тебя проезжает какая-то гопота на мопедах и вот тебе, на тебе, белая твоя одежда превращается в одежду, значит, в крапинку и ты практически и ты не можешь это отстирать. И, в общем, была такая злая, ты только вот разозлишься, собираешься с этими злыми мыслями пойти и попробовать их отстирать, как с другой стороны подъезжает еще, значит, толпа и делает то же самое с другой стороны тебе и смеются и это все очень весело и почему-то, я не знаю почему, но это только они знают, что можно выходить только в ненужной одежде в этот день и они к этому готовы, мы были к этому не готовы. Появится ли возможность покупать песни в iTunes? Да, я думаю, что с 8 на 9 у нас, по-моему, состоится релиз в сети в iTunes и, соответственно, Google Play и остальные песни, кроме нашего нового альбома, вы уже сейчас можете купить. Любимая музыкальная группа, вы мне очень понравились, не из-за ваших песен, из-за чужих, видимо. Наверное, это, опять же, из-за группы Сплин и Агаты Кристи. Как можно музыканта написать не из-за ваших песен, а? Вы ранимый человек? Я очень ранимый человек, но так же быстро отхожу. Меня уронили, да, я ранимый. Давайте с вами выпьем. Давайте, пожалуйста. Я только за. Как-то с вопросами с этими делателями нужен отдельный человек, который перелистывает. Вы верите в переселение души? Я верю вообще в переселение, вот, реинкарнацию. Одно время было, что я увлекалась этим вопросом. И, конечно, мне хочется верить в это. Я оставляю один процент из ста, что, ну, вернее, всякие вот опыты с гипнозами, да, и мне очень много демонстрировали таких вещей, ну, где просто приходится верить в то, что все-таки это душа в прошлой жизни была кем-то другим. Поэтому факт и упрямая вещь. Я прям видела, как человек рассказывает, кем он был под гипнозом и так далее. И спрашивай, а немножко пыши. А что делать-то? Ну, я-то сползаю, чтобы перелистывать. У меня просто рука не такая длинная. 6 апреля можно будет с вами сфотографироваться? Я думаю, что да, обычно мы делаем это после концерта без проблем. Как же люди выходят? Может быть, надо просто что-то повыше шамарин вот сюда поставить? Или тогда вообще не будет? Тогда что делать? Как же мы смотрели? Вы солите огурцы на зиму или только для клипа? Вообще была первая такая, первый опыт так вообще что-либо закатывать и солить? Поэтому нет, я ничего не закатываю, ничего не солю. Это просто было сделано для съемок. Больше вам скажу, что Света тоже этого не делает. Почему для снятия клипа была выбрана Индия? Для снятия клипа ни черта была выбрана рано выбрана Индия, потому что Денис Бугаев собрал сюда. Ну, как бы мы с ним связались и выяснилось, что он может приехать. И все-таки мы знаем с ним какие-то места, уже есть какой-то общий язык. Он снимал клип «Космос». Ну и потом у меня было там время и я хотела, чтобы этот клип был снят именно там, потому что как-то я чувствую атмосферу именно оттуда. А может быть она уже была при написании песни взята оттуда. Кимба, отойди от тарелки. Посмотрите, вот идет. Какого цвета ваши красивые глаза? Я не знаю. Наверное, наверное, кто-то говорит зеленый, а кто-то говорит серо-голубые. Песня о линии посвящена самое лучшее видео в кино. Ходить не надо. В Казани вас ждем снова. Спасибо. Спасибо, Казань. Зовем. Кто зовем? Как вы познакомились со Светой Сургановой? Почитайте Якину. Так, со Светой Сургановой. Я много раз уже об этом рассказывала про Свету Сурганову. Вы хорошисткой были. Ой-ой-ой. Давайте сейчас я закончу эту историю с вопросами. Песня о линии посвящена изначально вдохновил меня, конечно, определенный человек, а затем она все-таки переросла в более социальное значимое такое явление. Вы гуляете когда-нибудь по Невскому пешком? Мне кажется, нет. Я уже давно этого не делала. Сколько лет вы знакомы Света Сургановой в 2006-й, наверное, ну, соответственно, 13 лет уже. Елизавета, можно вас пригласить на свидание? Ничего себе. Думаю, что нет. Ну или на концерт приходите, там увидимся. Почему не помогают отвары на травах? Ну, как бы тут не то, чтобы не помогают. Тут сказано, что настолько плохо, что вот в этот раз не помогут отвары на травах. Но все равно нужно пробовать. Это гораздо лучше, химические всякие средства. Лиза, любимые цветы. Я к цветам очень ровно отношусь. Главное, чтобы они были, я люблю говорить, не искусственные. Вот. А остальное все на ваше усмотрение. Норильск посетишь? Соскучились уже. Мы вас ждем весь Норильск во главе с во главе с мамой одной из наших дуэлянтов, дуэтиантов. Всех Норильск ждем на концерт к нам 6 апреля. Лиза, расскажи про родителей, кто они, как повлияли на твое творчество. Ну, на творчество, наверное, они так особо не повлияли. А вообще мои родители замечательные люди. Они родились в Владикавказе, закончили горно-металлургический институт, приехали в Норильск, родили меня, потом еще одного ребенка, потом, когда я приехала учиться, уже приехали в Санкт-Петербург. Ну, про них можно много рассказывать, наверное, это слишком много времени займет. Ну, мы близки к окончанию наших заготовленных вопросов. Так, про родителей опять. Да, почему же такое? Видимо, вопрос мне намекает на то, что я мало рассказала. Есть ли у вас эко-привычки? Или, может, думайте их завести? Эко-привычки это которые против эко или что? Или эко-привычки? То есть, видимо, какие-то экологические привычки имеются в виду. Вино это примитиво Италия. Экологические привычки. Я даже не совсем, я не совсем в экологическом материале. Мусор сортируешь? Ну, мусор я не сортирую. В детстве у нас была операция сухарик, если это имеет какое-то отношение к делу. При распитии спиртного с группой есть ли всегда произносимый особенный тост с группой? Произносимый тост. Чего-то я такого не вспомню даже. Все как-то быстрее-быстрее пока не закончилось. Поэтому наверное нет. как-то Миша да, там нас этим заправляет. когда увидим новый клип. Вот сейчас закончим с концертами, с презентацией альбома и начнем заниматься монтажем клипа, я думаю, может быть, через месяц. Вот. Теперь что мне нужно сделать, чтобы вопросы, которые мы пропустили? Или мы идем по тем вопросам, которые сейчас появляются? Ну, давайте сейчас теперь вопросы, которые... бери как ее убрать? Ну, откуда что-то нахер. А? Как? Кто является твоим самым строгим цензором и кому первым ты показываешь свои новые песни? Ну, наверное, самый строгий цензор это я все-таки. Есть у меня пара человек, на которых я могу проверить. Но, наверное, не готова озвучить их. Как выбирать песню для нового клипа? Ну, это вот то, что хочется... Песня для клипа это вот то, что хочется визуализировать, дополнить какой-то картинкой, больше раскрыть суть. Все? Так, скажи, как убрать? там есть какие-то на вопросики нажатые? на вопросики нажали. Чтобы они переставлены активно. Как? Они... Ну, смотри, как. Ну, они... вылезает таблица. Как убрать эти вопросики? Так. Продолжайте с накле... Если бы вы смогли стать персонажем книги или фильма, то каким? Ну, если в фильме сниматься, то я бы снялась только в том, где я играю саму себя, потому что я абсолютно лишена всяких актерских способностей, это точно. Продолжайте с наклейками. Мы продолжаем с наклейками. И мы продолжаем с наклейками. Почему бадминтон? Меня бабушка с детства приучила к этому виду спорта. Заставляла меня утром в 6-7 утра ходить, играть с ней в рощу. Потом уже это приросло в такое в осознанное желание заниматься им. Что значит для вас быть на грани? Что значит быть на грани? Ну, это вот прям когда еще чуть-чуть и упаду. Наверное, вот сейчас я там. Лиза, вы были когда-нибудь на Украине? Да, мы были на Украине. Мне очень запомнился этот тур. Мы были и в Одессе, и в Киеве, и в Харькове, и я, наверное, все города даже сейчас не вспомню. Но Одесса вообще очень запомнилась. Я надеюсь туда обязательно когда-нибудь вернуться. Очень теплый прием, очень, конечно, замечательные люди, чувство юмора просто неподражаемое. Где играете в бадминтон в Питере? В Алексеево в основном это спорткомплекс Алексеева на Раевского. Еще есть у нас такой спортивный клуб Комета в Купчино. Нет никаких вопросов, просто хочу, чтобы ты знала, мы тебя и пять голов целующих воздух. вас поддержать, чем материально поддержите. Самое яркое воспоминание о месте. Я люблю Индию, мне нравится там такое место. Как часто бываете в Москве? Ну, пару раз за полгода. Лиза, тебе нужен человек, который читает вопросы и убирает наклейки. Я могу. Камон. Вакансия открыта, поехали. Кто может нам убирать вопросы и наклейки. Ну, на самом деле у нас действительно это первый раз и первый раз и один раз не, как говорится, не получилось. Екатеринбург ждет, да, мы тоже ждем Екатеринбург, мы не так давно там были, поэтому небольшой прерыв нужно сделать. Ты убрала Матвейки? У меня висит, когда видим новый клип. Когда на Урал, ну, то есть Екатеринбург все-таки. Недавно были на Урале осенью. Ну, если товарищи организаторы хотят нас видеть так часто, то вот еще кто-то может убирать с семь селеном. Может, они нам скажут просто как убрать? Может, вы просто скажете как убрать? Если бы вы могли путешествовать во времени, то куда бы вы отправились? в Серебряный век, наверное. Там куда-нибудь к Маяковскому. В Иркутске были когда-нибудь? В Иркутске нет, хочу на Байкал попасть, попасть хочу на Байкал. В Казань-то в итоге когда? В Казань-то в итоге когда? Когда Волгоград? О, Волгоград. Никогда не было такого вопроса про Волгоград. И тут опять. Я думаю, что нужно поехать в южном направлении просто. И так приглашайте. мы с удовольствием приедем, это же совсем близко. Двое суток на поезде и золотой ключик. Что для вас значит дружба? Друзей может быть много? Нет, друзей быть не может, по крайней мере. Друзья могут быть, но у меня друзей не может быть много, потому что достаточно закрытый человек. Да и вынести мне не очень легко. Мне кажется, вы хороший человек. Я желаю вам добра. Мне тоже так кажется. Вы скорпион? Нет, мы рыбы. Когда на Байкал? Так хочется на Байкал. В Иркутск особенно. Какой золотой ключик? Я только уехала оттуда. Давайте Волгоград. Давайте Волгоград. Мне кажется, человек сам с собой разговаривает. Давайте Волгоград. Я только уехала в Волгоград. Тут хороший получается диалог у тезки моей, я так понимаю. Она сама себя зовет Волгоград. Я что-то спутала. Ха-ха. Да, такое бывает. Мы тут тоже запутались сегодня с этим эфиром. Расскажите о новой клипе с группой Чаев. Что запомнивается? Может, какие-то моменты особенные. Там столько было моментов, но вы поймите уже, как бы, я не девочка, а это был 12-й год, память моя претерпевает всяческие изменения. Но было очень весело. Владимир Шахин приехал, это было лето, много смеялись, долго снимали, много людей было здесь, много друзей. Осень хотелось бы увидеть и услышать у вас в Иркутске. Это иркутский акцент какой-то осень. Я так хочу попасть на Байкал. Правда, у меня вот есть сувенир Нерпочка в кепке. И все это, все, что... И омль иногда ко мне поступает. Это все, что я знаю об Иркутске. Кто был вашим героем в детстве? Даюр Шатунов. Он один из них в самом раннем детстве. Мы клеили, вырезали из журнала работница, такие там были для кассет вкладыши и клеили их на кассету. Что хотелось бы попробовать сделать? У вас есть мечта? У меня есть мечта, но я в слух наверное не... Выходи за меня в эфир, ты хотел сказать, да? Мы закатаем для вас соленья, если вы приедете снова в Казань. Просто друзья до сих пор не открывают вашу жуть. И я не советую ее открывать, потому что это жуть. Ну, представьте, что мог человек, который не умеет этого делать и никогда не делал, что он там может закатать? Просто пусть стоит как сувенир. Что цените в людях? Честность, пунктуальность, верность, чувство юмора. Ну, вот такие наверное основные вещи. Вещи ценят. У вас есть животные? Вот только что были здесь рядом. Животные. Кимба! Да, собака американский стаффорширский терьер. Очень приятно вас видеть, хорошо выглядеть, дети, чем будете заниматься после эфира. Детей планируете? Ну, сейчас как раз займусь этим после эфира. Так, столько сразу. Так, после эфира мне нужно заняться плейбэками к завтрашней репетиции. из зоны комфорта я не выхожу, но мне кажется, что я выхожу постоянно из нее. На что обращаете внимание при первой встрече с человеком? на человека. На человека, на его умение общаться, найти контакт, умение найти контакт, коммуникабельность, глаза, взгляд. Вы когда-нибудь играли в Зеленограде? Собираетесь ли посетить? Что-то знакомое, это под Москвой где-то, да? Не было таких зазывов у нас пока. С кем бы вы хотели спеть дуэтом? Стоит ожидать совместных работ с кем-нибудь. Ну вот у нас три дуэта на новом диске и мне очень нравится, что кроме Светы Сурганова есть молодые, очень талантливые ребята. Какое любимое блюдо? Ой, я люблю сагуда, я люблю строганину, это вот северное блюдо, я люблю стейки, я люблю пасту, я вообще люблю поесть. Покажи колечки, есть ли они сейчас на руках? У меня вот одно такое большое кольцо сиреневое. Очень люблю Санкт-Петербург, иначе бы я здесь не оказалась. Ходит в театр, ну, хожу, но редко, как бы я внутри как бы в него хожу. Я интересуюсь, я даже постоянно пытаюсь взять билет, но ногами не хожу. А родом откуда? Чих будете? Родом из Норильска. Если бы вы могли жить где угодно, что за место это было бы? Меня устраивает место, в котором я живу, мне нравится здесь, и вообще мне очень подходит формулировка, что человек делает и формирует место, в котором он находится, а не наоборот, не люди, не само место человека. Опера или балет, господи, ни то, ни другое, если честно. Высоты боитесь? Ну, боитесь, да, так неуверенно себя чувствую на высоте. Сколько у нас времени осталось? 10 минут. Ребята, 10 минут осталось, самый важный вопрос мы прочитали. Кино или мультфильм? Кино, наверное, мультфильмы, так же, как и клипы, очень тяжелые для моего восприятия. Какие книги обязательно нужно прочитать ребенку в детстве? Не знаю, мне, вот, как я на Веру смотрю, мне кажется, им вообще все равно, что читать, и главное, чтобы там были картинки, которые можно передвигать, там, отрывать и так далее. Футбол или хоккей-футбол. Хотя вот спроси, почему, я не знаю. Наверное, потому что мы в детственной разминке хотя бы играли в футбол. Е-Е-Е. Что вас делать по-настоящему счастливы? Крайний раз мы были на Олеге Митяева с Леной, как будто в детстве побывали. Не думаете ли сделать клип на песню загореться и показать? Я хотел, но столько времени уже прошло, столько времени прошло, уже все нужно перезаписывать. Амстафа отстаф, отстаф, рода, отличите. Ну, если вы мне под этим названием приведете двух разных собак, разных пород, то, конечно, отличу. Любите рыбалку или охоту? Я люблю продукты рыбалки. Не знаю, к новой не читали. Да. И там был у меня какой-то вопрос, я его забыла. Верите в силу мысли? Верю, очень верю. Хотя любую это очень знаменитый. наверное. Ну, так, чтобы все пропорционально было. во сколько лет пришла мысль о том, что серьезно заняться музыкой? Ну, наверное, вот так вот в 2006 году, где-то не раньше. да, я тоже очень рада. Будет ли отдельно, будет ли отдельный блок, готовимся к Монализы? Блог не блок, блок умер. Значит, хочется, да, что-то такое сделать, делать, но не хватает, но не хватает времени. Надо же, чтобы кто-то записывал, надо же это, ну, систему, меня не систематизировать. Какой самый безумный поступок ради тебя совершали? Ради меня. Если бы еще знать, что это было ради меня, тогда можно было бы разделять. Кстати, да, можно в конце музыкальную паузу? Нет, ребята, музыкальная пауза у нас будет 6 апреля, очень большая, длинная. Если вы находитесь не в городе, мы постараемся выйти частично в прямой эфир. Лиза, мы вас обожаем, ваша красота и талант слепит в хорошем смысле. Напишите еще три раза так. Спасибо. Поэтому 6 апреля будет эта самая музыкальная пауза. Эфир, это именно было для того, чтобы мы смогли рассказать вам о концерте. смогли ответить на какие-то вопросы, потому что давно не отвечали. Ходили вы когда-нибудь гадалки? Да, мне сказали, что до 60 лет у меня будет все хорошо, а потом неизвестно. Поэтому вот ждем буквально еще несколько дней. Страшно выходить на сцену? Нет, на сцену выходить не страшно, волнительно, да, потому что это абсолютно нормально для человека, который выходит к большому количеству людей. Очень приятно общаться. В каком возрасте вы первый раз сели на байк? Да не так давно, может лет 10 или 9 назад или 8. Ну хоть частушку, ну хоть песню. Да вы что, это же не мой материал, я даже пою авторский. До встречи в Екатеринбурге, до встречи в Санкт-Петербурге, я бы так перефразировала. Как вы относитесь к людям, которые совсем не выпивают? Ну я подозреваю в чем-то другом просто. Вот, а так они молодцы. А верхом ездить умеете? Была попытка начать научиться, но заболели ноги, и я забросила. Какую комедию, ой, не успела, будет ли когда-нибудь клип на песню неба? Ну не знаю, сейчас она перезаписана, поэтому, чем черт не шутит, может быть, и придут такие мысли. Как относитесь к творчеству Дины Джо? Насколько я помню, вот была какая-то одна песня очень давно, я помню это имя, но я даже сейчас не воспроизведу в памяти. Ну правда, мне нужно, чтобы кто-то листал, возвращал вопросы, которые я успела пропустить. Кажу комедию из тех, что вас не нравится, написать его лучше. Комедию совсем не люблю, потому что мне, как только я одну тупую шутку услышу, я могу, все, это запор от весь фильм. Сноуборд или лыжа? Вообще, ни сноуборд, ни лыжи, потому что лыжи мне в детстве вот здесь встали, нас заставляли бегать на лыжах, это у нас было как место физкультуры. Вот, а сноуборд нет, никогда не вставала, не пробовала. Ну, что-то я очень травматичная, я падаю даже, если ни на что не встаю. То есть, у нас был такой случай, когда мы с друзьями пошли на ватрушках кататься. Они говорят, да ладно, ты не будешь, а ты и не будешь на ватрушке садиться, не бойся, все с тобой будет нормально. Я, значит, взяла баги, у меня еще была собака, и, значит, они едут с этой ватрушки, я хожу внизу, значит, жду их, и, значит, со всей скоростью эта ватрушка вылетает, вырезается в меня, я падаю башкой об лед, на спину. Вот, на этом, значит, мои развлечения со снегом были закончены. Это я еще не встала ни на лыжи, ни на сноуборд. Ваше любимое вино. Я люблю Италию, она ближе. Сценарий клипом придумайте вы. Слушайте, иногда приходится мне несомненно в этом участвовать, вот, но или я даю какую-то идею, или мысль, или направление. Иногда мы вместе пишем, иногда сценарист сам предлагает. Все очень индивидуально, любое время года. Вот лето, которое было этим летом, это прям любимое время года. Оно, во-первых, было длинное, такое долгое, оно у меня началось с Латвии, я где-то около месяца провела в Латвии, сама путешествовала на машине, все объездила, вот, и в Санкт-Петербурге тоже было очень теплое летнее лето. Любимое время, а, да, это оно. Как сейчас спортивная карьера, вот, на ней крест сейчас, вот такой вот, фиолетовый пока. Как минимум 3-4 недели. Вас легко удивить, все сложнее и сложнее меня удивить. Крымские вины очень хорошие, рекомендую. Несколько крымских вин у меня находятся в мусорном бедре, хорошие. Что с рукой? Растянуло, свет растянуло. А где это спрашивают? Мотоциклы люблю, но не умею. То с рукой, я читаю, с рукой. Растянуло, палец растянуло. Кому-то показывала жесты некрасивые и доказывалась. салюты с Казахстана, вы очень красивые, спасибо. Блин, это, конечно, жесть. Жесть. Ну, это полимер какой-то. Милый, береги себя, пожалуйста, хорошо. Хорошо. Хап-ха-ха-ха. Так, ну что, сколько минут? Ты мне скажи, чтобы я успела попрощаться? Пора прощаться. Ну, две минуты я прощаться не буду, долгие прободы, это, как говорится, лишние слезы. Лиза, всего хорошего, творческого успеха, береги себя. Хап-хап, опять хап-хап пришел. Так, хорошо. Вот, спасибо большое за пожелание. Ради вас совершали безумные поступки? Я, я видел много поступков безумных, но я не уверена, что это ради меня. Кимба, иди сюда. Тогда ждать в концерт с Ярославлем. Кимба, иди ко мне. На. А, здесь можно сказать на. Иди что-то дам. Кимба, на. Иди что-то дам. Кимба. А, она чем-то занята. Ждем новый эфир. Спасибо, Лиза. Спасибо. Здоровья. Вот, так что, да, спасибо вам за компанию, за вечер. Приходите к нам на концерт 6 апреля. Да, приходите, будем рады вас видеть. Билеты на сайте Монолиза.ру. Марина говорит, что билеты на сайте Монолиза.ру по-прежнему. Мы будем очень рады встрече, будем рады новым людям, почаще в эфир. Ну и такой стресс для меня, что, не знаю, мне кажется, это на ближайшие полгода творческого безумия и равновесия в душе. Спасибо. Надеюсь, пригодится. Все, всем пока. Сколько секунд осталось? Всем нет секунд. Нет секунд.